Здравствуйте, дорогие друзья! Поздравляю всех православных христиан с Днём Благовещения Пресвятой Богородицы Девы Марии. Именно в этот день Архангел Гавриил явился к ней и сообщил о том, что через 9 месяцев она станет Матерью Мессии. Здравствуйте! С вами снова Захарыч Блаженный. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, и буду на то воля ваша поддержите мой труд, друзья. Если решите это сделать, загляните в описание и узнаете, как. В общем, да, у меня очень-очень тяжелый день Благовещения, но такой тяжелейший. В чем-то, наверное, полезный, но желание жить пропало полностью. И хочу вам сказать, что только явление Божьего посланца спасет эти земли и сии народы. Это совершенно очевидно. Исследовательская группа CIT заявила, что Россия совершает беспрецедентную переброску техники. С момента 2015 года такого еще не было. Вот. Такие вот дела. При этом господин Патрушев, по-моему, кто там, ну, очень высокая шишка в Совете Безопасности, заявил, что РФ не питает агрессивных планов. Ситуация тут двоякая и патовая. На самом деле, если взглянуть на эту ситуацию бегло и поверхностно, выглядит так, как будто бы действительно Россия не стремится нападать, а лишь защищается. Но это все сопровождается дико агрессивной риторикой с обеих сторон. Не стоит считать украинцев такими миролюбивыми. Их так же, как и большинство эрофистанцев, оболванивают, оболванивают, оболванивают из их зомбоящиков. Тем более, что руководство эрофистана, этой колониальной фирмы, делает все то же самое. И подтверждает действиями свои агрессивные намерения. Огромное количество войск скопилось под Воронежем, в Крыму. Но Крым это понятно, Крым надо защищать, Крым лакомый кусочек. Окейушки. Но зачем нужна наступательная техника? Безусловно, я не буду заниматься, лезть, совать свой нос в военные дела. Но война это последнее, что, казалось бы, было бы нужно нашей земле и нашим людям. На фоне дико растущих цен на все. На фоне того, что в ближайшее время может рухнуть производство сахара. Совершенно серьезно говорю. Для властей колониальной фирмы РФ война выгодна и необходима. Ну, чтобы стереть следы. Знаете так, обширно. А вот. И также эта война будет означать раздел Украины. Безусловный. Отход части Украины в стан колониального Аэрофистана. А другая часть уйдет в Европу. Ну, станет колонией Европы. Вот. Дележ остатков Российской империи начатый 100 лет тому назад, 104 года тому назад, продолжается. И вступил уже, уже в завершающую фазу. Вот. Очень печально, что многие люди поддаются воинственной риторике и так далее. В то же время эта же риторика идет с других сторон. Все идет по их плану, о котором было рассказано и мной, в том числе, еще два года назад. И вот оно все сбывается. Это вызывает у меня глубокое огорчение. Ну, помимо всего прочего, что ж, друзья, добавлю, что я сам по себе полностью. Никому я даром не нужен. Ну, и теперь уже сам никому вообще не верю. Вот. И мне благих вести не будет. Вот. Молю Господа Бога ежедневно о скорейшей смерти своей. Вам же я желаю жить, сохранять оптимизм, беречь своих родных и близких в это очень непростое для всех нас время. Вот. Да, сильное я получил сейчас плевок в душу и разбитое сердце. Но, впрочем, я все заслужил сам. Ничего так мне не надо. Вот. Не пейте, не употребляйте наркотики, не курите алкоголь, не сквернословьте. Берегите себя и своих близких. Мыслите благостно. Ну, вот. Ему очень плохо. Он находится в пыточных условиях. Человека даже не обязательно, знаете, терзать иголками под ногти. Достаточно поместить его в бетонный мешок. И пока один главу пыри на каблучках трескает черную корку, и не знаю, что он там любит, а и знать не хочу, вырвать может. У Алексея Навального отнимаются руки, как сообщил его адвокат, а Сергей Фургал по-настоящему пыточных условиях. Я не буду говорить, отбывает наказание. И про Алексея Навального я не буду говорить, отбывает наказание. Нет. Это никакое не наказание. Это пытки и кара. Вот так вот. Что ж, добавлю напоследок еще раз для тех, кто меня не услышал. Нет никакого суверенитета. Нет никакой России. Есть крепко схваченные оккупированные земли, беспрецедентные по масштабам и по мощи оккупация происходят с нами. Вот. Я вернулся на родину, хотя мог жить в Америке, я служил в армии США, но вернулся на родину, потому что люблю Россию. Люблю Русь, люблю русский язык. Вот я вернулся сюда. Филин. Интересно, услышите ли вы в записи? Филин уху это уже четвертый или пятый день. Вот. И я его видел летящей ночью. Прекрасная птица. Он так крыльями делает. Вот. И филинов этих я люблю. Ну, не знаю. Но вот это мое возвращение стало моим концом. Что ж, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Если решите поддержать мой труд, загляните в описание к ролику. Там есть и ссылки на мой тикток, куда я иногда что-то выкладываю. Но я очень надеюсь, что скоро для меня все закончится. А вы живите, радуйтесь, поздравляю с благовещением. И да приедет к вам всем благая весть. Пока жив буду глаголить. Ну, а теперь я больше постараюсь ни с кем не вступать в диалоги. И более не буду отвечать своим зрителям. Я не верю никому. Прощайте.